И очень важный вопрос безопасность студентов. Мы все вот сейчас, вот студенты, такие-сякие и прочее. Но надо же понимать, что там есть 10-15 человек, а остальные нормальные люди. Но мы же были студентами. Один пошел, а следом другие идут, думают, ну как остаться. Штрейкбрехерами обзовут, отщепенцами, предателями. Ну и идут толпой. Кто-то хочет поехать за границу учиться, объявляет там поляки, литовцы и прочее. Не вопрос. Завтра выпишем билеты. Пусть едут. Но только в лингвистическом университете учат иностранным языкам. Поверьте, в Польше, Чехии и даже в Литве людей, которые умеют разговаривать на иностранных английском или немецком языках, предостаточно. Если они думают там учиться, им там мозги промоют, как это делают поляки, нашим ребятам, которые там учатся. И они нам их подкинут, как пятую колонну. Этого не будет. Я поручил правительству, в ближайшее время будут приняты меры о непризнании дипломов, полученными за границами. Кого-то там оставят один-два человека, и то физиков, математиков, талантливых. Я уже извиняюсь, что я так открыто говорю, чтобы понимали студенты, что может быть. Поэтому дала возможность государство им получить образование. Идите, учитесь. Но еще раз говорю, надо обеспечить безопасность студентов, которые хотят учиться, а их 95, может и больше, процентов. И особенно ректорам, руководству и преподавателям. Продолжение следует...